Ребятки, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Ну, как всегда. Сейчас хочу поэкспериментировать, немножко поснимать на телефон. У нас сейчас с вами будет распаковочка. Ну, как всегда, конечно же, мы сходили в магазин. Смотрите, это целых два пакета продуктов. В общем, продукты у нас, как всегда, все какие-то необычные. Они, как-то я что-то новенькое купили. Epic Fail, Epic Fail, мой хороший, прикиньте, забыла чек. Просто забыла чек. Не знаю, что там и было. В общем, его выкинули. В общем, что вспомнит цены, то скажу. Ну, вообще, смотрите, сначала купила хлебушек. Хлебушек купила вот такой Богородский. Он сказал, что Сормовский так себе хлеб. Вот я взяла Богородский, вот такой, смотри, хороший. А, по-моему, он по 39 рублей, если не ошибаюсь. Это, знаете, какой, смотри, такой круглый, хороший такой вот хлебушек. Сразу уберу, по-моему, 39 рублей. Так, а то у нас хлеба что-то вообще нет. Дальше купила масло. Масло вот такое вот Smart. Смотрите, вот такое классное масло. Это вообще, как я поняла, ну, какой-то производитель такой, ну, без марки, да? Достаточно недорогое. Здесь 0,83 мл. Вот. И стоит он, по-моему, 64 рубля. А, видите, вон он уже бегает. 64 рубля. Когда, тогда, как знаете, всякие олейные и прочие, они там стоят уже 100 с лишним. Вот такое вот масло взяла. В общем, общий чек у меня 2500. Так, масло тоже сразу уберу. Тихоньку. Сейчас будем с вами все разбирать, а то что-то, знаете, масло вообще, кстати говоря, закончилось. Так, дальше. Смотрите, взяла сосиски аппетитные. Уж больно они мне понравятся. Вот такие вот сосисочки аппетитные. На завтрак отлично. Отваришь. Очень вкусный. Это золото демки. Они по 249 цена. И вот я взяла на 153. Здесь 10 штучек. Вот такие вот сосисочки. Сосисочки, сосисочки. На завтрак тема просто муа. Муа-му-му-му-му. Так. Убираем наши сосиски. Следующее. Просто не смогла пройти мимо. Вот такая вот хурма. Слушайте, офигенная хурма. Я прям даже хочу взять, показать. Смотрите, она черная, красивая. Прям сейчас даже помоем. Съем. Она балдежная, девчонки. Знаете, она внутри прям черная. Вот. Это что-то, типа, знаете, шоколадная или что-то такое. Ешь, она прям сладкая. Иногда, знаете, покупаешь хурму, и она очень вяжет. Вот такой сорт. Я постоянно беру. Мне очень нравится. М-м-м-м-м. Там дела? Я не знаю. Здесь она явно больше килограмма. Она по... Дай бог памяти. То есть, как сложно без чека. Она, по-моему, по 120 рублей. Или что такое? Шу подобрала. Очень хорошая. То есть, я как выбираю? Смотрю, во-первых, видите, она плотная. У нее в такие вот кружочки. И даже если ее вот так немножечко подковырнуть, а внутри тоже черненькая. О! Запах отличный. Есть, конечно, некоторые виды хурмы, когда просто бросаешь в морозилку, они там подмораживаются, там вот этот вяжущий эффект у нее проходит. Но, честно, мне такая хурма мне очень нравится. Вот. Люблю жесткую, люблю сладкую, такую черную. Офигенная. Здесь немножечко вяжет. Не до конца дошла. Во. Сейчас не могу держаться. Дальше. Взяла помидоры. Розовые. Точно помню. 129 рублей за килограмм. Розовые помидоры. Ну, конечно, сейчас помидоры уже не те. Летние помидоры и огурцы, они намного вкуснее, они намного ароматнее, намного приятнее. Но были вот такие вот помидорки. Кстати, даже, смотрите, помидорка со смайликом. Сейчас вам покажу. Там не видно. Не знаю, там что за какие-то наклейки такие делают. Забавно. Видите, помидорка со смайликом. Три. А, ну, кстати, запах-то неплохой. Вообще-то, я сейчас посмотрела, там помидоры все очень дорогие стали. Там и по 200, и по 300 рублей. Были, по-моему, какие-то азербайджанские. Вот. И они там что-то, по-моему, 400 или 700, или вообще 500. Ну, там, вообще много-много ноликов. Ну, а не знаю, как считается, как позиционируется, как бычье сердце. Конечно, очень дорогие. Так, дальше. Взяла картофель. Вот такой вот красный. Смотрите. Плохо видно. Вот такой вот картофель. Нашла очень классный рецепт. Хочу сделать рецепт, знаете, картошкой-гармошкой. Вот. У нас как раз осталось сало. После последнего приготовления еды. Вот у нас осталось сало. Так что сделаем картошку-гармошкой. Так, дальше. У нас, прям, как вы понимаете, прям рыбный день. Вот второй пакет, вот такой здоровый. Дальше. Что же мы взяли? Я взяла вот такую вот салаку. Смотрите. Салака рыбное дело. Вот такая вот, смотрите. Вот. Здесь у нас 300 грамм. Очень крупная, вкусная. Хочу сейчас, знаете, отварить картошечки. С картошечкой. Вон еще там скумбрую взяли. Салаки. У нас там еще грибы остались, грузди, которые, кстати, надо поедать. Так что сейчас отварим. Будет вкуснота. У нас у него будет очень вкусный мурбанг. Дальше. Дела грибы. Грибы. Вот такие вот шампиньончики. Они вообще поделают 9 за килограмм. Спарит беленькие, хорошенькие. Вообще, красота. Милипусики такие. Ой, вообще, даже обрабатывать не надо. Они прям, знаете, прям помыли все. Ничего не надо с ними делать. Вон, кстати, какие чистенькие, хорошенькие. Красота. Отличнейшая. Хотим завтра сделать мясо по-французски ленивое. Очень классный вариант. Вкус, как у мяса по-французски, только ленивый вариант. Обязательно все покажем. Так. Салака я не помню. По-моему, где-то тоже 100 там с лишним рублей. Вот. Но мы, кстати, такой вариант уже брали. Правда, там салака была помельче. Но очень вкусная. Очень вкусная. С картошечкой прям тема отличнейшая. Дальше. Я взяла еще вот такой вот сыр. Сыр золота Артура со вкусом топленого молока. 50%. Вот такой вот сыр. Я, кстати, когда в магазин прихожу, всегда нюхаю сыр. Если мне нравится, то я покупаю. Сыр такой по 649 и кусочек на 179 рублей. Очень классный. Такой, знаете, вкусный вкус такого топленого. Действительно, сливочный вкус. Очень классный. Мне он нравится. Дальше. Как я уже сказала, мы взяли еще вот такую скумбрию. Просто не смогла пройти мимо. Свежая скумбрия. Кстати, там было два варианта. Там была скумбрия атлантическая и тихоокеанская. Мы взяли скумбрию атлантическую холодного копчения. Она по 405 рублей. Вот такая вот рыбка на 117. Кстати, там еще была уже готовая тоже вот рыбное дело. Она уже была порезанная. Она стоила 139. А потом нафиг нам такую покупать. Пошли и купили развесную. И она получилась намного дешевле. На 20 рублей дешевле. Вот сейчас с картошечкой да салакой будет тема вообще здоровская. Дальше. Захотели пивка? Ну я что-то знаете не хочу в последнее время алкогольное пиво. Потому что ну как-то голова побаливает. Взяли вот такое безалкогольное. Безалкогольное. Это Левен Брау Уайт. Кстати, очень вкусный. В принципе, вкус как у обычного пива, только безалкоголя. Вот. Если кто-то хочет типа знаете какой-то аналог аналог пива, но не хочет себя портить алкоголем. Вот я считаю, что безалкогольное пиво просто тема отличнейшая. Хотя кто-то есть, конечно, адетты. Смысл пить пиво, если оно безалкогольное. Не знаю. Я вот чисто из-за вкуса его купила, потому что мне кажется вот под рыбу будет отлично. Ну не чай же пить правильно под рыбу. Так. Дальше. Дальше. Взяла капусту Вилок. Отличнейший Вилок. Хочу, чтобы Аван сделал салат из капусточки. Плюс тоже еще нашла очень классный рецепт на завтрак. руки дойдут, сделаю из капусты классную запеканку. Вот. Вот такая капуста. Хорошая, кстати, плотная. Это наша нижегородская капустка. Не помню почем. Просто вот не помню. Просто увидела, пошла и взяла. Пришел, увидел, взял. Вот такой Вилок. Где-то на килограмм на полтора. В общем общий чек у меня где-то тысяча до 2500. Но я еще взяла заметьте. Так, кстати, мы взяли две баночки. Так, я еще взяла шею, вот, шею свиную на 706 рублей. Вот такая вот шейка хорошая, Так, она вообще по 379 за таких куска. Они, кстати, не очень жирные. Вот, будем делать. Мне кажется, знаете, шейки получают самое лучшее какое-нибудь мясо такое запеченное, потому что она более нежная получается, более такая, менее сухая, потому что здесь постоянно прожилочки, такие жировые, да, и когда вот они подтаивают, мясо получается очень сочное и нежное. Ну, знаете, например, когда берешь карбонат, мясо все равно получается очень сухое, даже там хоть какую шапку из него не делай, вот, а тут получается очень классно. вот взяла, здесь получается на килограмм 860 на 300 на 706 рублей. Вообще, начально по 379. Целых полтора килограмма 800. Кило 800. Кило 800. Дальше, дальше, дальше. Взяла еще зелень, укроп и петрушку, потому что без зелени никуда. Постоянно все приготовление, все с зеленушкой. И вообще, кстати говоря, зелени очень хорошие там какие-то витамины, там туда-сюда. Вот, фолиевая кислота и прочее. Вот, ну, благо, что сейчас есть зелень. Помню еще, кстати, были такие времена, когда зелени практически не было в магазинах. Да, я еще застала вот эти вот лохматые, лохматые 90-е, скажем так, когда действительно и зелени было только, не знаю, даже укроп, по-моему, у него. А сейчас приходишь, все, что хочешь, хочешь кинзу, хочешь укроп, хочешь петрушку, все, все есть. Только деньги платим. Вот, взяла еще на завтрак, что-то у нас прям реально какой-то рыбный день, взяла еще на завтрак кусочки лосося слабосоленого. знаете, они там выложили в спаре, прям свеженький, свежачок, смотрите, какая прелесть. А, прям просто свежачок. Вообще он по 1799, мы взяли 230 грамм на 413 рублей. Да, не дешево, но рыба, в принципе, очень полезная, рыбная, какая-то, знаете, как там, рыбий жир, рыбий жир, а тут лосось достаточно такой жирненький. Знаете, на бутербродик, черного маслица, в смысле, на черный хлебушек, немножечко сливочного маслица, рыбушку, ой, вообще с чаем сладким. Отличнейший завтрак. Вот еще взяла вот такую рыбку. Что-то у нас прям реально все какое-то рыбное дело. И взяла еще чеснок. Чеснок, кстати, был там только китайский, сейчас уже и не стричь нормальный чеснока. Ну, в принципе, китайский тоже неплохой. Вот такой чеснок. Вот, итого, общая стоимость у нас получается на 2500 рублей я купила. Вот, завтра будем готовить. В принципе, что, сладкое есть. вот недавно тоже ходил в магазин, помню, сладкое покупала. Сладкое есть, мясо есть, рыба есть. отварю картошечку, сделаю, наверное, какую-нибудь пюрешку, либо, может, обжарю, не знаю еще как. Но и будем кушать с рыбушкой, с соленьями. У нас, соленья сейчас сделаем чисто русскую, русский мукбанг. Так что, обязательно подписывайтесь и смотрите следующие выпуски. Что вы покупаете, сколько у вас стоит, обязательно пишите в комментариях. Увидимся. Всем спасибо, всем пока. Пока.